всем привет с вами снова сергей life и в этом видео как обычно я буду делать обзор на тот плагин который победил в голосовании контакте как видите победил резонатор спасибо всем принявшим участие голосование и также приглашаю вас вступить в паблик вконтакте для того чтобы следить за этими голосованиями и соответственно принимать в них участие ну и давайте сейчас начнем сразу скажу что резонатор это устройство которое просто создает резонансы звуки то есть определенные резонирующие частоты давайте сейчас выключим все я открою анализатор и для того чтобы рассматривать работу нашего устройства я буду использовать самый обычный шум давайте посмотрим на спектр вот так выглядит он на анализаторе сигнала давайте сейчас включим резонатор и посмотрим первое чем сразу стоит сказать это на ручка управления дайвет она определяет баланс между обработанным и необработанными сигналами как я сказал сам резонатор создает определенные резонансы и если у нас установлена ручка драйвы только положение драй мы слышим оригинальный звук а если в положении сто процентов в это мы слышим только обработанный только резонирующие звуки давайте послушаем и таким образом устанавливая ручку драйвы это вы можете устанавливать соотношение между резонирующими звуками и оригинальным сигналом таким образом придавая резонирующий характер любому инструменту или звуку давайте для удобства в небольшое значение установим данные параметр и теперь рассмотрим самый первый орган управления данного прибора это фильтр он определяет фильтрацию входящего сигнала давайте его включим далее здесь выбирается тип фильтрации пример вот высоких частот вот фильтрация низких частот полосовой фильтр и вырезающий то есть данный параметр управляет тем какие частоты срезается на выходе больше ничего он не делает давайте вот так и оставим выключенным и перейдем дальше далее у нас идут пять резонансов вот первый и все его органы управления вот второй третий четвертый и пятый как видите у всех резонансов одинаковые органы управления но выполняют они немного разную роль давайте сейчас включим первую вернее всего он у нас уже включен вот у нас без резонансов здесь включается резонанс также есть возможность включить другие но не вернемся немного позже при включении первого резонанса давайте сейчас драйвать сделаем побольше чтобы видеть вот эти вот наши отдельные резонирующие гармоники которые получаются этот параметр устанавливает основную частоту как видите у меня сейчас выбрана c2 и здесь тоже нота c2 вот во всплывающем небольшом окне видно что здесь отмечена нота c2 давайте попробуем изменить например вот мы повысили уже основной резонанс на целую октаву у нас получилась нота c3 ну в общем то что здесь и отмечено то есть первый резонанс у нас устанавливает основную частоту данного устройства далее есть параметр расстройки давайте вернем на c2 и он уже просто управляет в центах относительной расстройки то есть можем поднять на 10 центов или опустить если вам привычно можно это назвать fine tune как в многих синтезаторах и далее параметр управляющий громкостью конкретного резонатора давайте выключим первый резонатор и сейчас включим второй как слышите он играет в левом канале и он может играть только в левом канале то же самое относится и к четвертому резонатору он может играть только в левом канале тогда как 3 и 5 они могут играть только в правом канале но давайте сейчас включим к примеру второй резонатор как видите у нас здесь установлено c2 и соответственно второй резонатор у нас тоже установлен c2 как я сказал первый резонатор управляет основной частотой и она распространяется на остальные четыре резонатора то есть со второго по 5 и если мы установим здесь соответственно c3 примеру то и наш второй резонатор сдвигается на такое же количество вверх давайте сбросим но у второго резонатора как и у всех остальных более высоких резонаторов есть возможность смещения и она уже идет в полутонах то есть если вы хотите чтобы второй резонатор был на октаву выше чем первый резонатор то нужно здесь просто установить двенадцать полутонов вот у нас получается c3 а 1 резонатор c2 таким же образом давайте к примеру настроим третий резонатор установим его к примеру на октаву ниже таким образом мы создали три резонанса в разных октавах один в левом канале другой в правом канале и один посередине ну что касается остальных органов управления здесь также есть возможность немного расстроить в центах и управлять громкостью каждого резонатора то есть таким образом вы можете устанавливать определенные музыкальные интервалы если вам так нужно и даже вот этот наш шум приобрел уже определенные определенные тональные характеристики такой эффект можно применить голосу или вообще к любому другому звуку во первых так звук приобретет тональные качества и получится такой интересный эффект давайте сейчас выключим наши резонаторы и оставим только первый для того чтобы рассмотреть другие органы управления следующий параметр это режим он определяет как расположены резонансы в спектре давайте включим и посмотрим просто переходим в режим а и как видите наши резонансы сместились по заверениям разработчиков режим а звучит более естественно ну а режим б дает интересное звучание на низких нотах просто попробуйте эти режимы и выберите который вам больше подходит далее следующее это дикей насколько быстро затухает резонансы тут тоже довольно все просто давайте установим к примеру очень долгое затухание как слышите у нас продолжается длительный как бы звук струны если мы устанавливаем короткое то есть соответственно затухание наших резонансов происходит очень быстро если здесь включена кнопка константы то время затухания одинаково для любой чистоты ну вот смотрите что я имею ввиду давайте установим длинное затухание и возьмем очень низкую ноту слышите какое длинное затухание давайте теперь установим более высокий резонанс это же время затухания примерно такой же длительности но если мы установим очень низкое и отключим постоянное время затухания что я сделал сейчас то для низких частот время затухания будет долгим а для высоких соответственно быстрым и таким образом смотрите есть у нас первый резонатор установлен очень низким он будет затухать очень долго если же мы установим примеру пятый резонатор гораздо выше чем наш первый то есть на целых две октавы выше то в таком случае пятый резонатор начнет затухать быстрее чем наш первый этот переключатель нужен для того чтобы имитировать поведение реального физического мира в реальности то есть физическом мире чем ниже частота тем ее затухание дольше ну и соответственно чем частота выше тем ее затухание быстрее но если вам такое реальное поведение не нужно и вы хотите чтобы резонансы были одинаковой длительности на всех частотах то включите просто этот параметр константы далее следующий параметр color он определяет насколько ярким получается звук чем ниже значение тем меньше высоких частот чем выше тем соответственно он ярче ну и давайте рассмотрим два последних параметра это ширина и гейн давайте для примера включим сейчас два резонатора это второй который в левом канале и третий который в правом канале у нас сейчас получается довольно широкий звук из-за того что второй резонанс в левом а третий в правом так вот если вы хотите чтобы все резонансы играли в середине просто установите параметр ширины в ноль то есть этот параметр просто сводит все резонансы к центру если у вас на максимуме то соответственно они максимально спрономированы в разные стороны ну и последний параметр просто управляет громкостью уже на выходе всего плагина пишет или громче но обратите внимание он управляет громкостью только резонансов оригинальный сухой сигнал остается без изменений вот так работает данное устройство всем спасибо за внимание надеюсь это видео оказалось вам полезным не забывайте подписываться на канал впереди еще много интересных различных видео также приглашаю вас подписаться на паблик вконтакте чтобы следить за голосованиями и принимать в них участие всем пока